Восемь вечера в Украине, как всегда в это время. Подробности в эфире Интера, чтобы вы узнали главные новости этого дня. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. Улики под сукно. Припрятал или нет Интерпол информацию о преступлениях команды Януковича. Кишиневское противостояние. Самые последние новости из захваченной протестами молдавской столицы. Постреволюционный синдром. Как сама оборона Майдана разгромила гостиницу. Сорванная гастроль. Крым все же не услышит песен Александра Софина. Невидимое для розыска. Интерпол временно ограничил публичный доступ к информации о розыске экс-президента Януковича, экс-премьера Азарова и высокопоставленных чиновников из их бывшего окружения. В службе объясняют все из-за жалобы, которую подали в Леонский суд и комиссию по контролю за файлами Интерпола Янукович и компания. Они пытаются доказать, что уголовные дела против них в Украине возбуждены по политическим причинам. И лишь на момент рассмотрения жалобы комиссия ограничила публичный доступ к информации о розыске. В украинском бюро Интерпола заверяют файлы о розыске Януковича и его приспешников. Находятся сейчас в закрытой базе Интерпола, в которой доступ имеют только уполномоченные лица. Все люди, которые вернулись к комиссии по контролю за файлами, Of course, посылаются на то, что их расширь имеет политический характер. С策略 о розыске Януковича и Азарова является предметом изучения комиссии по контролю за файлами организации. Борются приспешники Януковича не только за отмену розыска, хотят снять с себя санкции ЕС. Уже через неделю суд Европейского Союза огласит приговор по делам Николая и Алексея Азаровых, Сергея Арбузова, Эдуарда Савицкого и Сергея Клюева, которые обратились в суд для обжалования решений о применении к ним санкций. Пожить, как изгнанные попередники, в центре Киева с видом на Европейскую площадь и, главное, бесплатно. Оказывается, такое возможно. Два года администрация отеля Днепр не могла выселить неизвестных активистов Майдана, захвативших этаж еще в феврале 2014-го. Сегодня их, наконец, решили выдворить, но те без сбоя не ушли. Все подробности знает Ирина Баглай. Так выглядит стандартный номер в отеле Днепр. А вот в это превратились комнаты, захваченные в феврале 2014-го года, более сотни активистов Майдана. Майдан закончился, а выселяться неизвестные не захотели. В администрации Днепра демонстрируют папку обращений во все инстанции с просьбой помочь освободить этаж от незаконных жильцов. Аваков, премьер-министр Яценюк, начальник Почерского рогу. Ну, тут богато. Не единожды вызывали в отель и милицию. Это люди, которые себя называли какими-то там защитниками, непонятно чего. К сожалению, милиция не реагировала. Но они же у вас якобы живут. Ну, вот, вот примерно так. В полиции подтвердили, для выселения нужны основания. Кто были эти люди в отеле не знают, паспорта им не показывали. Я не могу вам сказать, кто эти люди. Когда с вами разговаривает человек, который находится, по-перше, в тверденном состоянии, по-друге, я не знаю, что в ней в кармане. Пьяные дебоши, стрельба в номерах крайней точкой и основанием для выселения стали лопнувшие от разморозки трубы. Когда вода затопила нижние этажи, сотрудники отеля предупредили постояльцев. Настроены решительно и идут в полицию. На следующий день в присутствии правоохранителей 10 человек покинули захваченный этаж. Без конфликтов и задержаний. Полиция просто спостерегала за этим процессом. В проведении Печерского районного управления полиции на данный момент перебывает криминальное проведение. Распочатая за статтею 194 Криминального кодекса Украины, то есть поручение в опушкоджении майна. Пока подозреванных людей в этом криминальном проведении у нас нет. Кто же два года бесплатно проживал в отеле, в полиции не говорят. А в самом Днепре начали подсчитывать убытки. За два года только за неоплаченное проживание в 29 номерах гостиница потеряла более 16 миллионов гривен. Это не считая разрушенных помещений и разбитой техники. Отель находится в ведомстве государственного управления делами. На самоокупаемости. За чей счет будут восстанавливать номера, пока не знают. Но надеются, что уже к лету смогут принять гостей. Ирина Баглая, Андрей Кузнецов. Подробности. Телеканал Интер. Горевшего на взятки в четверть миллиона долларов замначальника департамента службы экспортного контроля отстранили от работы. Соответствующее решение принял сегодня столичный суд. Об этом сообщили в генпрокуратуре. А вчера интернет-изданию «Зеркало недели» стало известно, что Головатый вернулся к исполнению своих служебных обязанностей. В службе экспортного контроля это опровергли. Мы получили письменный ответ, в котором указано, что Сергей Головатый отстранен от служебных обязанностей 16 января этого года. Напомню, чиновника задержали с поличным во время передачи взятки в начале декабря прошлого года. 250 тысяч долларов он требовал от бизнесмена за получение лицензии. А уже через два дня суд освободил его под залог. 3,5 миллиона гривен за задержанного внесли знакомые. Попасть на взятки в Украине еще не означает крах карьеры. Вот последний пример. Накануне в СБУ сообщили, одного из харьковских судей поймали за руку в момент получения неправомерной выгоды. Почти сразу стало известно и имя этого судьи Сергей Лазюк. В Харькове эта фигура известная. И вот сегодня выяснилось, он не только не задержан, но и продолжает ходить на работу. Как же так получилось, узнавала Лидия Калинина. Здесь судей Зарешинского района Сергей Лазюк работает с десяток лет. Он рассматривал множество громких харьковских дел. Вчера, прямо посреди рабочего дня, в его кабинет ворвались силовики. Это была совместная операция СБУ и антикоррупционного бюро. В сеть они выложили несколько фотографий. На них деньги, с которыми якобы попался судья. Валюта и гривни всего около 800 долларов. Он требовал неправомирную выгоду и отримал ее за принятие на пользу особи решения о цивильной справе про примуссовое выселение жителей из жительного помещения. На сегодня у судей Лазюка запланировано три дела. Во всяком случае, такой список на информационном стенде в суде. Юля, участница одного из них, говорит, слушание внезапно перенесли, хотя судья был на месте. Я видела просто, как он выглядывал, но меня, к сожалению, не пустили. Мне сказали, что по каким-то причинам официальный будет перенос. Больше мне ничего не ответили, кабинет не открыли. Судья вопросом о вчерашней спецоперации их удивляются. Говорят, у Лазюка обычные рабочие будни. Судья Лазюк, так, у него рабочий день, на теперешний час он находится в судовом заседании. Фамилия Лазюка, по мнению харьковских активистов, уже нарицательная. Он часто рассматривает дела, где фигурируют представители городской власти. В 2006-м отказал прокуратуре, которая пыталась обжаловать решение горсовета о признании русского языка региональным. Два года спустя, когда экс-министр МВД Юрий Луценко обвинял Геннадия Кернеса и Михаила Добкина в употреблении наркотиков, Лазюк вынес оправдательный приговор. А в 2010-м присудил по 15 суток ареста противникам строительства дороги через лесопарк. Игорь Рассох, один из участников тех событий, уверен, принимая подобные решения, Лазюк исполнял волю городских властей. Это придворный судья Кернеса. Самые интересные дела, откровенные, где требовалось чисто издевательство над правосудием в интересах городской власти. Они давали Лазюку. С мнением активиста категорически не согласен адвокат Гонченко, который нередко представляет интересы горсовета в суде. Я знаю, как специалиста высокого уровня. И как бы вот так огульно сказать, что одиозный. Я лично не могу. Ничего личного. Дам некоторые из решений судей Лазюка и иных, собственно, судей. Нас адвокатом не устраивает. Пока речь о задержании или об отстранении от должности Лазюка не идет. Ему должны предъявить подозрения. После этого обратиться в Верховную Раду, чтобы снять неприкосновенность. И только потом в суде избирать меру пресечения. Как быстро это произойдет, будет решать детектив антикоррупционного бюро вместе с прокурором. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков. Конституционный суд дал зеленый свет судебной реформе. Соответствующие изменения в Конституцию признал законными. Теперь депутатам нужны 226 голосов, чтобы принять этот законопроект в первом чтении. А на следующей сессии 300 голосов для утверждения его в целом. Одна из главных поправок – назначать судей. Бессрочно будет Высший Совет Правосудия, а не парламент. Также хотят упростить процедуру привлечения судей к ответственности. Без згоди Вищшей Ради Правосудия суддю не может быть затримана або отримана под вартою чи арештом до винесения виновального вироком суду, за винятком затримана суддю під час або відразу після вчинения тяжкого або особливо тяжкого злочину. Політичные органи максимально усуваются від процесу призначения, звольнення суддю. А суд Верховный обеспокоен материальным обеспечением судей. Направил сегодня в суд Конституционный два представления. Первое касается закона о госбюджете 2016. Там, в частности, предусмотрено, что размеры зарплат служителей Фемиды в этом году будет определять Кабмин. Верховный суд просит проверить, не попадет ли тогда судебная власть в зависимость от исполнительной. Второе представление об обеспечении судей в отставке. ВСУ хочет знать, правомерно ли, что вместо немалых спецпенсий парламент решил выплачивать им пенсии на общих основаниях и ограничил максимальный размер ежемесячного пожизненного содержания суммой чуть более 10 тысяч гривен. Такая норма закона может привести до паралича судовой системы, до постановки их в зависимости от виконавчих гривень власть. И именно поэтому мы предлагаем вернуться к Конституционному суду. И пока не поздно, пока бюджетный год только начался, чтобы в Конституционном суде была возможность до завершения этого бюджетного года сделать свои выяснения, что соответствует норме закона Конституции Украины. Доработать закон о госбюджете на 2016 предлагают и в оппозиционном блоке. А именно оптимизировать расходы на содержание госаппарата и ограничить возможности Кабмина распределять средства в ручном режиме. Кроме того, считают авторы законопроекта, в бюджете неправильно оценен уровень инфляции и ВВП. Принятие поправок позволит дополнительно направить около 80 миллиардов гривен на социальные программы, здравоохранение, субсидии и дотации, пояснил нардеп Николай Скорик. Фактически эти деньги пойдут по двум главным адресам. Это непосредственно нашим гражданам, которые в этом нуждаются, с одной стороны, и в регионы, минуя правительство, минуя центральный аппарат. То есть эти деньги пойдут реально в экономику. И самое главное, что эти деньги есть в экономике. Те же инфляционные доходы, просто о них нужно честно сказать. И правильно эти доходы использовать для того, чтобы работала экономика. Доброго ранку! Это приветствие сегодня разучивали участники Давосского форума. Довольно рано, на 7 утра, их пригласили на украинский завтрак. Традиционный разговор об Украине, который организовывает бизнесмен Виктор Пинчук. О чем спорили, знает мой коллега Дмитрий Ановченко. Все эти дни он в Давосе, сейчас с нами на связи. Дмитрий, приветствую. Так кто сегодня проснулся раньше всех, чтобы прийти на дискуссию? Алексей, добрый вечер. Ну, на самом деле, если уж совсем быть честным, не жалуюсь, говорю как есть. Раньше всех, конечно же, проснули журналисты. Но только представьте, без 15.05 всю прессу собрали, чтобы посадить в автобус, отвезти на украинский завтрак. Участники, для того, чтобы быть к 7, просыпались где-то часов в 6 утра. Приходили, ну, скажу, были те, кто были немножко с виду невыспавшимися. Но это того стоило, потому что украинский завтрак, в прошлом украинский ланч, который традиционно проводится в Давосе, это очень откровенный разговор об Украине между западными и украинскими политиками. Последние два года здесь даже действует правило, что участникам дискуссии запрещено цитировать выступления друг друга. Это сделано для того, чтобы были максимально жесткие оценки, чтобы никто ничего не скрывал. Ну, и в этот раз тоже, в принципе, никто ничего не скрывал. Говорили о реформах, которых не хватает. Говорили о коррупции. Слово «коррупция» звучало от таких разных людей, как, к примеру, мэр Кличко или финансист Сорос, или экстравагантный миллиардер, британский миллиардер, владелец компании «Вирджин». Многие говорили о коррупции и говорили достаточно откровенно. Были и другие заявления. Я хочу обратить ваше внимание на Карла Бильда, бывшего министра иностранных дел Швеции, человек, который очень симпатизирует Украине. Так вот, говоря о реформах, он все-таки признал, что, во-первых, реформами он доволен. Говорит, что такого количества реформ, которые были в 2015-м и предстоят в 2016-м, ни одна другая страна не переживала. Но, по его словам, нужно еще больше. Бильда также спросили, как известного дипломата, который имеет до сих пор влияние, о будущем безвизовом режиме для Украины. И вот, что он сказал, вот его прогноз. Окончательные решения должны принять до октября. Многое вам еще нужно сделать. Но я прогнозирую, что ответ будет позитивным. Ну и хочу еще привести слова бывшего главы Еврокомиссии, Жозе Мануэля Бороза. Мы с ним встретились в кулуарах, довольно обстоятельно поговорили. Так вот, в отличие от Бильда, он скептичен. Он считает, что кризис с беженцами может серьезно помешать Украине получить безвизовый режим. Так что, за то, чтобы мы с вами ездили в Европу только с паспортами и не выставили в визовых очередях, ну, все-таки, видимо, стране придется еще побороться. Алексей. Дима, ну а после украинского завтрака, что делала украинская делегация, с кем были переговоры и с кем встречался президент? Все расскажу. Ну, на самом деле, сегодня это крайний день, как и у нас, как и у украинской делегации, как и у президента. Вот буквально через несколько часов все будут вылетать в Киев. Именно поэтому у главы государства очень насыщенный день. Все встречи, все переговоры, все мероприятия нужно было вот в эти несколько часов втиснуть. Президент сегодня выступал, во-первых, на Довозском саммите. У него были две секции, но, к сожалению, секции были закрыты. Мы не смогли поприсутствовать, послушать выступление, как сказал мне министр иностранных дел страны Павел Климкин. На самом деле, самые представительные секции, это были там, где был украинский президент. Во-вторых, буквально несколько часов назад завершилась встреча со швейцарским президентом. Менее часа назад завершилась встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Была встреча с главой Европейского банка реконструкции и развития. Но все здесь, в Довозе, запомнят сегодняшний флешмоб, когда и президент, и вся украинская команда подняли таблички «Украина едина». Ну, вот таким вот образом, тоже присоединившись к празднику, к Дню Соборности, который сегодня много... Пропала у нас связь, но, в принципе, Дима успел рассказать все важные пункты о сегодняшнем дне на Международном экономическом форуме в Довозе. Напомню, на связи с подробностями был мой коллега Дмитрий Анопченко. Ну вот, когда финансы государства зависят от очередного кредита МВФ в 2 миллиарда долларов, то главная угроза стране исходит от премьера министров финансов, экономики и главы НБУ. Об этом в одному из интернет-изданий заявил президент Ассоциации украинских банков Александр Суганяко. Добавил, что интересы МВФ и украинского народа, который теряет свою покупательскую способность, не всегда совпадают. Еще одна потеря в Кабмине. Самопомич отзывает из правительства своего министра Алексея Павленко, который возглавляет аграрное ведомство. В заявлении на сайте партии решение объясняют недовольством деятельностью Кабмина, который, я процитирую, является одним из источников многомиллиардной коррупции. Не одобряют самопомощи и клептократический бюджет 2016, так они его называют, который, здесь еще одна цитата, имеет все признаки того, что следующий год станет годом масштабного разворовывания государственных денег. Самопомощь предлагает партиям, входящим в большинство, создать новый коалиционный договор и новое эффективное правительство. А вот лидер фракции «Самопомощь» Олег Березюк заявил, решение отозвать министра Алексея Павленко – это ответ на полное игнорирование правительством политической ответственности, апогеем чего было непрозрачное принятие бюджета. Березюк считает, Павленко министр хороший, но здесь речь идет об ответственности за развитие страны. В Молдове не утихают массовые акции протеста и конца им пока не видно. Готовы ли власти искать компромиссы в этой ситуации? Что думают по этому поводу митингующие и какие прогнозы дают местные политологи? Все это выяснял мой коллега Андрей Анастасов. Он сейчас находится в Кишиневе и на прямой связи с нами. Андрей, я приветствую тебя. Вопросы прозвучали, мы ждем от тебя полной информации. Добрый вечер. Протесты в Кишиневе продолжаются третий день. Студенты, пенсионеры, предприниматели, рабочие приходят на площадь Великого национального собрания к зданию правительства. Требование отменить решение об утверждении этого самого правительства и назначить досрочные выборы в парламент. Сегодня митингующие, а это примерно 10 тысяч человек, прошли маршем по городу к зданию местного телецентра. Там требовали, чтобы лидерам оппозиции предоставляли прямые эфиры. Лозунги звучали разные. Напомню, против диктатуры местного олигарха Владимира Плохотнюка на этот раз единым фронтом выступили как проевропейские силы, так и пророссийские партии. Активисты говорят, Плохотнюк узурпировал власть, ему подчиняются суды, силовые структуры, парламент. И вот последней каплей стало утверждение в эту среду полностью подконтрольного правительства. Правда, сделано это было в спешке за полчаса с нарушением регламента, а значит, считают демонстранты, правительство нелегитимным. Мы тоже взяли очень хороший пример от украинского народа и хотим избавиться от этих бандюг и от этих воров. Сейчас только начало этих событий, все будет впереди. Все это время лидеры оппозиции вели переговоры с властями. Но вот как рассказал нам сегодня один из лидеров протеста, ни парламент, ни новое правительство не идут на уступки. Они не хотят уйти по-доброму, так что мы организуем акции протеста большого масштаба. Мы будем протестовать до конца, мы не остановимся, пока эта диктатура не уйдет. Теперь вопрос, кто окажется крепче? Власть с ее твердой позицией, что правительство избрано легитимно, или манифестанты с их не менее твердыми убеждениями, говорят политологи. Ситуацию можно назвать патовой, ситуацию можно назвать хрупкой, потому что не дай бог провокации, не дай бог, скажем так, с тяжелыми последствиями. Поэтому статус-кво. Завтра оппозиционеры собирают новую акцию протеста, а вот на воскресенье проанонсировали уже самую масштабную за последнее время манифестацию в центре Кишинева. Алексей? Спасибо, Андрей. Это был Андрей Анастасов из Кишинева, в котором не утихают массовые акции протеста. Условное перемирие становится все более условным. На Мариупольском направлении противник обстреливает наших военных все чаще, а оружие используют все более мощное. В причинах обострения ситуации разбирался наш военный корреспондент Александр Пантелеймонов. Сейчас на Мариупольском направлении сложилась такая ситуация, что между нами и противником практически не осталось буферной нейтральной зоны. Поэтому любые перемещения воспринимаются как угроза, а боевики могут вести обстрел прямо не отходя от своих позиций. Это крупнокалиберный пулемет. Вот вы видите, следы от разрывов. И дальше по направлению самого поста наблюдательного. Хорошо боец успел укрыть вовремя и не пострадал. Вот обстрел ведется в том числе вот с такого оружия. Это предположительно с зенитки. Разновной заряд. Непонятная ситуация сложилась и с отводом вооружений. Все чаще противник стреляет из тяжелых 120-мм минометов. То есть на бумаге отвод вооружения сохраняется, а в действительности его уже нет. Начали они стрелять с птуровых установок, с автоматического, а чуть позже потом начал у них миномет работать в эту сторону. И больше миномет бил еще по ихнему краю села, но только мы не можем понять почему. Они били получается тоже по своим же. Почему они туда били? И может они хотят спровоцировать, что как бы мы их обстрелим? На одной из позиций встречаем наблюдателей УПСЕ. Наши военные как раз объясняют им, что, когда и откуда прилетело сегодня ночью. К примеру, это проволока от вражеской управляемой ракеты. Да и вообще следов более чем достаточно. Повреждений по посадке много. А нитка тянется вот так вот вдоль этого самого поля. Как раз вот туда, на этот самый, на край здания. Послушав наших военных, минут 20 международные наблюдатели уехали в захваченное врагами Коминтерного. В бинокль наблюдаем, как там им боевики начинают рассказывать совсем другую, выдуманную историю. Александр Пантелеймонов, Максим Чеблин и Александр Ковтун. Подробности. Телеканал Интер. Нужен ли Донбассу особый статус? А в этом и не только. В интервью «Бюджетная оппозиция» журналу «Фокус» рассказал нардеп от оппозиционного блока Сергей Левочкин. Политик уверен, что нужно договариваться и создать механизм контроля за режимом тишины на Донбассе. Вот некоторые цитаты. Это не шахматы, это люди, это разрушенные города, тысячи погибших. Поэтому здесь нет темы, у кого более сильная или слабая оппозиция. Война идет на нашей территории. И Украине нужно предпринимать любые шаги, чтобы это прекратить. Кроме того, народный депутат считает тактику экономической блокады аннексированного Крыма ошибочной. Снова проситирую. Стратегия ухудшения жизни людей не ведет к возврату территорий, а сеет зерна взаимной злобы. Договариваться по Донбассу нужно. С этим согласны и президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко. Но уверены, формат минских переговоров себя уже исчерпал. Настаивают на выполнении условий Будапештского меморандума всеми подписантами. Договариваться с всех сторон, что давайте проводить выборы, это не подконтрольная нам территория. Те люди, которые сегодня там при владе, и они обязательно берутся под дулами автоматов, что они будут смотреть в сторону Киева, говорить о каких-то сдвигах в минском процессе, неможливо. Не может посадить за стил переговоров учасников Будапештского формата, меморандума. Диалог очень важный в политике, но нам нужно понимать, что подвалины этого конфликта никак не находятся в формате относительно Схида Украины, Захида Украины. Там нет компонентов внутреннего национального конфликта, как бы там не хотелось бы. Мы не можем сегодня выполнить этих минских договоров. Попробуем что-то другое для продолжения освободления украинской территории. Оценить на международном уровне, включая юристы в Великобритании, Франции и Немечении, Будапештский меморандум и заставить людей говорить вокруг него и выполнять. О ситуации на востоке страны три президента говорили на церемонии открытия выставки украинского художника Андрея Холоменюка. На полотнах известной битвы и героические подвиги наших предков. Приурочена экспозиция ко Дню Соборности в Украине, которую отмечают как раз сегодня. Именно 22 января 2019 года Украинская Народная Республика и Западно-Украинская Народная Республика объединились в единое государство. А акцию, посвященную этому событию, поддержали сегодня сотни людей по всей стране. В Киеве активисты выстроились на мосту Патона, где растянули 30-метровый флаг Украины. Таким образом люди образовали символическую цепь единства и соединили берега Днепра. В завершение участники повязали на перилах моста синие-желтые ленты. В Кировограде ровно в полдень активисты собрались на мосту и взялись за руки. Так символично объединили берега реки Ингул. Стояли люди под украинскими флагами и пели гимн. Прохожие им в этом помогали. Следующий город, в котором также прошла акция, посвященная сегодняшнему празднику, это Сумы. Там люди собрались на берегах реки Псел. Взявшись за руки, участники акции прошли по центру города, потом объединились на середине моста. Несмотря на мороз, были, кстати, и дети. Все вместе они пели гимн и желали друг другу мира. Просили мира для страны и в Черновцах во время общей молитвы. После активиста развернули 25-метровый флаг, как символ объединения Запада и Востока. Продолжим подробности. У нас еще много тем для обсуждения. Вот, в частности, что узнаете из второй части выпуска. Взрывная волна. В Турции новая атака на мирных жителей. Под прицелом оказались дети. Черкассы залихорадила. Гриб захватил еще одну область. ГПУ обнародовало новые документы по делу Корбана. Следователи утверждают, и политические проекты, и организованная преступная группировка, в причастности к которой подозревают лидера партии Укроп Геннадия Корбана, финансировались из одних и тех же источников. Напомню, ранее в ходе расследования дела Корбана, Служба безопасности получила данные о том, что около 40 миллионов гривен со счетов фонда обороны Украины были обналичены и присвоены. А сегодня в ГПУ предъявили черную бухгалтерию, которую обнаружили во время обысков у Корбана. Также документы, якобы касающиеся рейдерских захватов предприятий. Сам Корбан все отрицает. У меня дома, кроме детских вещей и книг больше ничего нет. И быть не могу. Поэтому давайте смотреть протоколы обысков, давайте смотреть формальные документы, а не то, что они показывают на своих шоу. И сегодня в апелляционном суде снова перенесли рассмотрение жалобы адвокатов Корбана на изменение меры пресечения их подзащитному с домашнего ареста на содержание под стражей. Слушание продолжится в понедельник. В Донецкой области по подозрению в разбойном нападении задержали бойца полка Днепр-1 и двоих волонтеров. Сообщила об этом на своей странице в фейсбуке пресс-служба прокуратуры Донецкой области. По данным следствия, трое вооруженных людей ворвались в жилой дом в Авдеевке и отобрали у хозяина компьютер, планшет и паспорт для нападавших. Избрано мера пресечения. Два месяца содержания под стражей или 400 тысяч гривен залога. Переполненный зал суда, давка в коридорах, 7 нардепов и около сотни человек охраны. Это в Ужгороде сегодня так судьи решали, отпустить ли задержанных участников драки на Драгобрате под залог. Что решили, знают наши корреспонденты. С раннего утра апелляционный суд в Ужгороде оцепила полиция. Усилили охрану всего центра города. Движение автомобилей по улице, где находится суд, перекрыто. У здания митингуют родственники, задержанных членов правого сектора и активисты. В зал пытались пройти более сотни человек, но вместить такое количество зрителей не может ни одно из помещений апелляционного суда. В коридоре возникла давка, кто-то по неосторожности раздавил стекло входных дверей. Первым в зал приводят Василия Василенюка из Ивано-Франковска. Группа поддержки на улице начинает петь гимн. Судья вынужден прервать заседание. Прокуроры продемонстрировали суду видеодраки на Драгобрате с камер наблюдения. Обвинение утверждает, это доказательство того, что именно члены правого сектора спровоцировали бойню с персоналом отеля. На записи видно, что Василенюк держал во время драки топор, которым ударил охранника отеля. Но адвокаты говорят, мол, в руках у него сувенирный топорик. Заседание суда по Василенюку длится 5 часов. И, наконец, судьи выносят вердикт. По решению апелляционного суда Василенюк может выйти на свободу под залог в 55 тысяч гривен. Сегодня его внести не успели, так что выходные подозреваемый проведет в СИЗО. После перерыва суд начал рассмотрение жалобы Андрея Окаракова по кличке Бес. Около 19 часов освободили и Беса прямо в зале суда под поручительство народных депутатов. На этом заседание не закончилось. После очередного перерыва сегодня судьи планируют рассмотреть еще одну жалобу. Ну а губернатор Закарпатской области Геннадий Маскаль сегодня рассказал, что лично съездил на Драгобрат, посетил там хату Магната, где и произошла резонансная драка. И вот что рассказал. Решение суда освободить задержанных членов правого сектора из-под стражи не означает, что они не понесут уголовной ответственности. Расследование продолжается. Санкция статьи хулиганства с применением оружия предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Ирина Исаченко, Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Ужгород. В Черкасской области от так называемого свиного гриппа уже умерли 6 человек. В последние несколько дней люди массово начали обращаться в больницы с жалобами на высокую температуру и недомогание. Только в областном центре зафиксировано более 3000 случаев острого респираторного заболевания. Местные власти решили ограничить проведение массовых мероприятий, а школьников оставить дома до 1 февраля. Еще одна трагедия в Турции. В провинции Диарбакыр на юго-востоке страны в результате взрыва самодельного устройства возле школы пострадали пятеро учеников. Когда дети пришли забрать табели в последний день семестра, неизвестный бросил бомбу во двор учебного заведения. Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял. Власти же обвиняют в содеянном боевиков запрещенной в Турции рабочей партии Курдистана. США намерены использовать сухопутные войска против группировки «Исламское государство» в Сирии и Ираке. Об этом объявил глава Пентагона. С подробностями наш корреспондент в Вашингтоне Тихан Зятко. О полномасштабной сухопутной операции речи не идёт. Но в планах Вашингтона серьёзно увеличить своё военное присутствие в Ираке и Сирии. Сейчас в операциях против террористов ИГИЛ, помимо американской авиации, принимают участие небольшие отряды спецназа США. Они помогают местным вооружённым силам. Теперь же Вашингтон направит в регион военных 101-й воздушно-десантной дивизии. Речь идёт об 1800-х американских военных. Как пишет глава Пентагона Эштон Картер в своей статье на сайте «Политико», они прибудут туда с поддержкой американского народа и оружием, чтобы уничтожить варварскую организацию. Мы должны уничтожить ИГИЛ. Я говорил с нашими союзниками о том, что нам необходимо уничтожить группировки в Ираке и Сирии. Взять города Масул и Ирака, которую террористы называют своей столицей. Наши союзники по коалиции также делают многое, но могут больше. Картер сравнивает ИГИЛ с раковым заболеванием, которое распространяется по миру. И это, говорит он, нужно остановить. Между тем, своё присутствие в Сирии, похоже, наращивает и другой участник противостояния – Россия. По некоторым данным, Москва планирует создать военную базу в этой стране, в сирийском Курдистане. В частности, канал Fox News сообщает, что российских военных и инженеров видели вблизи аэродрома, приграниченного с Турцией, города Эль-Камышлы. Если информация подтвердится, это будет вторая военная база России в Сирии. Первая находится в провинции Латакия. Отсюда осуществляет свои вылеты российская авиация. Тихон Зитко, Никита Исайко. Подробности Американское бюро телеканала Интер. Госдепартамент США закрывает 5 из 6 почетных консульств России в штатах Калифорния, Юта, Миннесота, Флорида и Пуэрто-Рико. По данным российского МИДа, дипломаты узнали об этом из короткого уведомления по электронной почте. В Москве таким решением Вашингтона возмущены. Говорят, оснований для прекращения работы консульств нет. Мол, таким образом Обама пытается свернуть связи с Россией. Но при этом Джон Керри сегодня не исключил, что санкции против России могут быть сняты уже в ближайшие месяцы, если обе стороны конфликта полностью выполнят все условия Минских соглашений. Об этом госсекретарь США заявил на Давосском форуме. Здесь, в Давосе, вице-президент Байден и я встретились с украинским президентом Порошенко и заверили в своей полной поддержке имплементации Минских соглашений. Я верю, что благодаря усилиям и легитимным попыткам разрешить проблему с обеих сторон, в ближайшие месяцы возможно выполнить Минские соглашения и прийти к тому моменту, когда санкции могут быть в связи с полной имплементацией сняты. Песен не будет. Итальянский оперный и эстрадный исполнитель Алисандро Сафино не даст концерт в Крыму. Об этом написал на своей официальной странице в интернете. Чем объяснил такое решение, расскажет Юлия Крючкова. Концертов не будет. Ни в Симферополе, ни в Севастополе. Алисандро Сафино не приедет на полуостров, пока конфликтная ситуация вокруг Крыма не разрешится. Такое заявление появилось на официальной интернет-странице певца. Также написано, что Сафино не намерен быть в Украине нежелательным гостем. Напомню, в начале недели Минкульт пообещал итальянскому тенору отменить все выступления, запланированные на март в украинских городах, и объявить его персоной нон-грата, если он приедет с концертами в Крым. А на полуострове пока афиши висят. Но вот реализация билетов уже сегодня после обеда приостановлена. Впрочем, в кассе Музтеатра говорят, успели продать почти все. Пока никакой официальной информации нет, мы приостановили продажу. Как только что-то отменится, или будет продолжение, или чего, если будет отмена, мы вернем деньги. Напомню, концерты Александра Сафино были запланированы в Крыму на конец февраля. 21-го его ждали в Симферополе, 23-го в Севастополе. Цена билетов варьировалась от полутора до шести с половиной тысяч рублей. Промоутеры в Крыму говорят, пока они не получили от певца документально подтвержденного отказа. То, что он написал на сайте, это не является документом, понимаете? Потому что завтра он скажет, что сайт его взломали, и кто-то там что-то написал. Мы где-то для себя выводы делаем, что он принял ультиматум Украины и отменяет два концерта. Но документального подтверждения этим словам у нас еще нет. Кроме итальянского тенора, на полуострове ждут французского актера и режиссера Пьера Ришара. Афиши висят, билеты активно раскупают. Ришар везет в Крым новую постановку. Моноспектакль Пьер Ричард Третий. Пока об отмене представлений речь не идет. Юлия Крючкова, Виталий Зитковский. Подробности телеканал Интер Крым. В США в нескольких штатах на восточном побережье объявлено чрезвычайное положение. Связано это со снежной бурей, которая, как ожидается, начнется через пару часов и продлится все выходные. Самую сложную ситуацию прогнозируют в Вирджинии, Мэриленде, Пенсильвании и в столице США, Вашингтоне. В городе закроют все учреждения, также большинство магазинов, кафе. Метро не будет работать до утра понедельника. В преддверии бури жители ринулись с магазина и скупили почти все товары. По оценкам синоптиков, эта снежная буря может стать самой сильной за последние сто лет. Пинг-понг в космосе, третье замужество певицы Мэрайи Кэрри и каких жертв удалось избежать в центре Рима. Обо всем узнаете далее из нашего международного обзора. Бдительность римлян спасла жизнь десяткам людей. Поздней ночью прохожие заметили трещины в жалом доме в центре итальянской столицы и вызвали спасателей. Всех находившихся в здании пришлось эвакуировать. И как только дом покинул последний жилец, три верхних этажа обрушились. По предварительной версии, причиной обвала стали работой по реконструкции одной из квартир. Все ради знаний. В небольшом японском поселке на острове Хоккайдо до сих пор на маршрут выходит один единственный поезд ради одного пассажира. 18-летней школьницы. Каждое утро Хоккайно-Хараде на учебу приходится ездить в соседний город. И только для того, чтобы девушка не пропускала занятия, власти решили не закрывать железнодорожную станцию в ее поселке, где проживает всего 36 человек. Игрой в пинг-понг американский астронавт отметил 300 дней пребывания на орбите. Скотт Келли отправил на Землю видео, на котором он демонстрирует свои развлечения в космосе. Ракетки из гидрофобного гидрокарбоната, а вместо теннисного мячика – капля воды. Но не только этим космический пинг-понг отличается от земного. В невесомости играть приходится очень медленно. Замуж за миллиардера. Известная певица Марая Керри обручилась с австралийским бизнесменом Джеймсом Пакером, состояние которого оценивают в 4,5 миллиарда долларов. Керри встречается со своим избранником чуть более полугода. От предыдущих браков у певицы двое детей, у жениха трое. Дата церемонии бракосочетания пока неизвестна. Воинственный танец вместо свадебного вальса. В новозеландском городе Окленд на церемонии бракосочетания гости молодоженов исполнили традиционный танец хакка, в котором маури поднимают боевой дух своих солдат и запугивают врагов. Инициаторами исполнения стали друзья невесты. Они первыми пустились в пляс. Поначалу пара удивилась, но потом с радостью поддержала гостей. Украинский уикенд в Париже начался вчера вечером. В программе выставки, фильмы, дискуссии, как это выглядит и кто интересуется Украиной, расскажет София Гордиенко. В маленьком кинотеатре с символическим названием фильмотека обычно крутят голливудскую классику. Но сегодня очередь за билетами на украинское документальное кино. Люди идут сами, ведут с собой друзей. Я фотограф, был на месте события, видел все своими глазами и теперь интересно увидеть это в кино. Посмотреть ленту о Евромайдане собрался полный зал. Это не просто фильм, объединенная работа нескольких режиссеров, каждый из которых снимал свою историю. Для продюсера нет ничего удивительного в том, что зритель идет на серьезную ленту. На отличие от художественного кино, это не полностью выдумка, а на отличие от новин, это не сухие факты. И это один из прекраснейших способов знакомиться с реальностью. Еще один способ знакомиться с реальностью через искусство изобразительное. В двухстах метрах от фильмотеки продолжение истории Евромайдана. Война и любовь. Из сотен рисунков Никиты Кравцова смонтировали анимационное видео. По количеству посетителей понятно, Украина сильна не только варениками и вышиванками. У украинского атташе по культуре, которая сумела создать бренд из собственного имени, рецепт один. Чтобы продвинуть культурный продукт, как на Западе, так и дома, надо идти в люди. Когда я давала лекцию в дипломатической академии, я сказала, основная, по-моему, заповедь культурного дипломата – тусуйтесь. Потому что, как раз, если вы выходите куда-то в свет, вы знакомитесь с людьми, вы обмениваетесь контактами. Если судить паншлагу в залах, рецепт Ираны Карпы работает. София Гордеенко, Василий Тружковский. Подробности телеканал Интер из Парижа. Вот такие у нас сегодня подробности. Спасибо, что смотрели. Увидимся в этой студии уже завтра. Редактор субтитров А.Семкин